Грибник любитель Марк Лейдман Совсем юным, лет 15-16, интересовался очень грибами, на самом деле, тогда занимался с отцом вместе филателии, мы собирали, у нас была большая коллекция марок именно с грибами, и мы сотрудничали с Музеем природы, делали выставку марок с грибами с очень подробным описанием видов, и чем, в общем-то, заслужили некое такое неуважение филателлистов, потому что у них выставки марок с минимальным текстом, а у нас было очень много текста рядом с каждой маркой, описание очень подробное. То есть, таким образом, вот эта дорожка к профессиональным экологам была протопнута? Да, да. Но дальнейшую свою деятельность вы не связали с грибами, то есть вы именно грибник-любитель? Да, я именно грибник-любитель, да, на этом фоне у меня был, там, когда после школы надо было выбирать специальность, был вариант идти в биологи, в микологи, но я понял, что, ну, недостаточно вот этого вот интереса именно такого к грибам, чтобы вот прям связать себя с биологией, своей жизнью и дальше стал программистом. То есть, научный подход не для вас оказался? Ну, меня это интересует, но, наверное, не настолько, чтобы прям вот быть, каждый день этим заниматься. Ну, в любом случае, набрали ли вы опыта, достаточного для того, чтобы вам доверяли профессионалы в том числе, поэтому с этой точки зрения сегодня с вами будем разговаривать. Еще раз напомню, телефон напрямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 и телефон ватсапа 230-6191, можете задавать свои вопросы и там. Ну, наверное, самый популярный вопрос, уже можно на рынке найти грибы, и вот тот, кто любит собирать, уже тоже побежали в леса с корзинками, у кого-то удачно, у кого-то не очень удачно. Наверное, первый вопрос неискушенных людей, которые мало чего понимают в грибах, как отличить ядовитый от ядовитого? Ну, таких прям вот признаков отличия, вот пришли в лес, увидели гриб, и сразу понятно, что он ядовитый или ядовитый. В нашем сознании людей, которые минимальны, например, как я, для меня это мухомор, красный, с белыми точками, все, как в детстве рисовали в книгу. Совершенно верно, есть определенные виды, которые вот мы знаем, это ядовитый, и есть определенные виды, которые мы знаем, это не ядовитый. Если вам встретился незнакомый гриб, вы не сможете определить, ядовитый или ядовитый, ни по каким признакам, если вы не знаете конкретно вот этого гриба. Поэтому главное правило в лесу, если есть хоть капелька сомнений, лучше гриб не брать. Вот, это, наверное, самое главное, основное правило грибника. А сколько у нас вообще видов грибов? Есть какой-то учет съедобных? Хороший вопрос, я не отвечу точно, у меня почему-то в голове всплывает какая-то там цифра около 300 видов в Латвии, но я боюсь, что я могу и соврать сильно. А как возможно знать все эти виды? Все, наверное, чтобы, ну, для любителей это очень сложно и, наверное, практически невозможно. Это к профессионалам знать более большинство видов. Многие из них похожи, многие из них мало чем отличаются. И вот как раз-таки недавно с Интой была дискуссия на Фейсбуке о том, что по фотографии совершенно невозможно дать гарантированно точный ответ, что это за гриб. Ну, есть грибы, которые совершенно понятны. Вот это боровик, но он боровик тут без вариантов, да. Но есть грибы, которые очень похожи, и нужно его понюхать, посмотреть, повертеть в руках, надрезать, может быть, чтобы понять, к тому или другому виду он относится. Более того, есть очень похожие, близкие виды там шампиньонов, например. Вот есть ядовитый шампиньон, который пахнет карболкой и на срезе желтеет. Но вот если его просто сфотографировать, он практически ничем не отличается. Не выдает себя никак. Также есть лисичка и лжелисичка, мне тоже кажется тяжелым. Ну, они все-таки отличаются. Если присмотреться, хорошо. Надевайте наушники, у нас уже есть звонок, выбирайте любые. Доброе утро. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Вы, наверное, только что затронули тему шампиньонов. Вот я как, ну, можно сказать, заядлый-незаядлый грибник, но мне муж не позволяет собирать шампиньонов, потому что якобы они очень похожи на бледные поганки, хотя я знаю, что это очень вкусный и полезный гриб. Может быть, вы можете там так поподробнее объяснить, какие сходства, различия. И в латвийских грибах очень большое количество шампиньонов. Я знаю, что как-то кто скептически относится, кто-то нет. Вот как вот развеете мифы и, может быть, какие-то качества вкусовые раскройте вот этого гриба. Спасибо. Спасибо. Значит, тема действительно интересная, потому что в Латвии шампиньоном, лесным шампиньоном принято называть колпак кольчатый, который шампиньоном, вообще говоря, не является. И там нигде в других странах, где говорят на русском, где называют грибы по-русски, он шампиньоном не называется. А почему у нас называется? Я не знаю, откуда это пошло. По-латышски называется чиганене. По-русски официальное название колпак, колпачок его называют. Почему-то их вот в Латвии принято называть ли с ними шампиньонами. Есть небольшое сходство, но все-таки он совсем другой. Ну, во-первых, у него есть как у шампиньона колечко на ножке, скругленная шляпка. Но у него, во-первых, характерный такой кремовый цвет шляпки. Легкий белесый налет часто бывает, обычно бывает. И ножка такая, как будто немножко волокнистая. Она достаточно мягкая и вполне пригодна для еды, но вот вид у нее такой чуть-чуть волокнистый. Отличается от бледной поганки, наверное. Бледная поганка может достаточно сильно варьировать цвет шляпки. Но она либо белая, либо зеленоватая, зеленая. Бывает даже ярко-зеленая. У нее очень ярко выражена белая ножка. И у большинства мухоморов внизу такое есть, называется, научное влагалище. Такое вот, как бы, утолщение, из которого растет эта ножка. У колпаков такого нету. Что касается именно шампиньонов, их несколько видов. В Латвии встречается это и перелесковый шампиньон, и лесной шампиньон, собственно. И луговой шампиньон. И упомянутый желтеющий шампиньон, который является давитым. Они белые, и у них самое главное отличие, кроме лесного, лесной, настоящий лесной шампиньон, он темный такой, как будто с чешуей такой сверху на шляпке. У них главное отличие от мухоморов и от всех остальных грибов. У них в молодости розовые пластинки. Бывают бледно-розовые, но обычно это заметно. И с возрастом они темнеют, становятся почти черными. Вот это главное отличие шампиньона от мухоморов. А вкусовые качества, чтобы мужа убедить, что настолько это вкусно, что, может быть, стоит попробовать? Ну, что касается вкусовых качеств, они действительно вкусные. Тут уже на вкус и на цвет, потому что у нас есть довольно много фанатиков грибников, которые считают, что вот есть боровик под березовик, под осиновик, простите. И, ну, ладно, так и быть лисички, которые заслуживают внимания. А остальные грибы – это всё, там, третий сорт, и на них смотреть не стоит. Я придерживаюсь мнения, что грибы разные, они разного вкуса, и более того, они очень вкусные в смеси. Ну, вот действительно, боровики, может быть, там, ещё несколько грибов есть, которые заслуживают того, чтобы их есть отдельно. А все остальные грибы очень хорошо смешиваются, и они там в жаркой, например, они гораздо вкуснее в смеси, чем по отдельности. По насыграть всего-всего. Поэтому грибы, если вы уверены, если вы знаете и берёте, и хотите попробовать, ну, пробуйте, сравнивайте, что-то нравится, что-то не нравится, это уже дело вкуса. А я знаю, что в Музей природы можно принести, если есть сомнения какие-то, и там проконсультироваться. Да, сейчас микологи в Музее природы, вот именно сейчас, в этот период, они в отпуске. Но когда они на месте, да, это можно сделать, проконсультироваться. Если есть сомнения какие-то. По поводу шампиньонов, вот затронули эту тему. Ну, опять-таки, люди, которые в лес, может быть, за грибами не особо ходят, для них шампиньон – это магазинный гриб. И их выращивают каким-то чудесным способом в неволе. Почему другие грибы нельзя выращивать таким способом, не выращивают, и продавать, например, круглый год точно так же? Есть грибы, которые легко выращиваются. Самый популярный действительно шампиньон. Это шампиньон двуспоровый, который легко выращивается на субстрате. Так же выращиваются вешенки обыкновенные. Так же есть более экзотические грибы, которые выращиваются. Это грибы, которым не требуется присутствие деревьев и какого-то определенного симбиоза с другими растениями. Поэтому их легко выращивать. Грибы лесные, такие как боровики, подосиновики, маслята, им требуются определенные очень условия, поэтому их выращивание затруднено. Есть достаточно много по интернету гуляет рецептов, как там вырастить боровики на огороде. Но чаще всего, если это даже заслуживает какого-то внимания, то это обычно связано с тем, что рядом с огородом есть лес, есть там сосны или ели, или еще что-то. Но и то это совершенно не гарантирует, что получится вырастить грибы. Можно попробовать. Можно пробовать, да. В научной литературе обычно все-таки говорится, что это очень затруднительно вырастить такие грибы у себя на огороде. Следующий пункт после вот ядовитый, не ядовитый гриб – это червивый или не червивый гриб. Это следующая проблема, с которой мы сталкиваемся как потребители, например. Как понять, что… Ну, понятно, что когда ты собираешь грибы, срезаешь, видно, что он червивый. И то не факт, что там, если ты его домой принесешь, через день, например, начнешь разделывать, что там не окажется этих червей внутри. А на рынке можно ли как-то понять по внешнему виду, что гриб действительно червивый? Ну, обычно добросовестные продавцы, они после того, как ты заплатил за вот эту кучку белых или каких-то других грибов, они их все-таки надрезают и показывают внутри. Поэтому, если продавец отказывается разрезать гриб, то, наверное, все-таки не стоит брать такие грибы. Одни из первых на рынке появляются именно лисички. Можно ли сказать, что они у нас самые популярные грибы в Латвии? Или их собирают просто больше всего? Они действительно популярны, их собирают много, их растет много. Да, можно, наверное, сказать, что это один из самых популярных грибов. Для людей, которые, может быть, хотят попробовать и не отбить охоту до грибов сразу, есть ли какие-то места, не знаю, карта грибников, по которым между вами, где у вас есть крестики, что вот эта поляна, вот эта поляна, вот этот участок, вот они грибные, всегда, никогда не подводят? Ну, свои места грибники не выдают. Даже между собой? Даже между собой. Ну, только там вот был недавно хороший пост на Фейсбуке о том, что только там на смертном адре он может передать дальше, ну, фактически. Наследство. Да, по наследству передать места жене только в случае, если есть контракт брачен. Вот, ну, это, конечно, шутка. Но на самом деле, да, грибники стараются свои вот именно заветные полянки не выдавать. Хотя, понятное дело, что с друзьями все-таки едут в одно конкретное место, и так все-таки передаются какие-то вещи. Крупница информации. Но публично нет. Есть регионы, которые считаются более или менее грибными. Там вот в этом году много людей ездили в Гаркалны. Обычно в Ливласт. От чего это зависит? Там лес такой просто? Да, там леса такие. Есть вообще много мест грибных вокруг Риги. И по Латвии, вокруг Риги, есть определенные вот места. Там в районе Упысца, например, или еще где-то. Просто другие места дальше, поэтому они не столь популярны. И там, наверное, собирает или местные, или кто-то из Риги далеко едет. Но так они вот не распространены. Много мест, которые можно достичь на поезде, на электричке. Вот известных таких мест. А бывает, что места перестают давать грибы? То есть, всегда там были грибы, и вдруг какой-то год, но вот нет, и все. Обычно грибов нету везде. Если их нету, то это связано с какими-то... Просто не грибной год. Да, просто не грибной год или не грибное время. Вот сейчас прошла волна боровиков, сейчас их будет меньше. Потом в конце августа, в сентябре они могут снова появиться достаточно массово. То есть, несколько волн таких может быть? Несколько волн, да, это обязательно. А как понять, когда грибной год, когда не грибной год? Ну, только опытным путем. То есть, или есть, или нет? Они или есть, или нет. Но обычно, если засушливое, вот прошлое лето было достаточно жарко, и грибов было немного. Хотя в конце, в начале осени они вдруг пошли, и довольно-таки долго до ноября были грибы, которых обычно в это время уже нет. Это какие, например? Ну, те же самые боровики и подосиновики собирались. О, поздние. Да. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Говорим мы сегодня о грибах. Грибник-любитель Марк Лейдман у нас в студии. Можете звонить, задавать свои вопросы. Если такие у вас есть и в WhatsApp, то тоже можете нам писать 230-6191. Дальше хотелось бы поговорить и о том, как готовить грибы. У вас есть своё блюдо любимое? Это тоже тема интересная и широкая. У меня есть свои любимые, наверное. Одно блюдо нет, но свои любимые блюда – это и подлива грибная, жаркое, это и грибной суп. Мы в своё время делали, как вот бульонные пирожки делаются, мы делали пирожки с грибами, такое же, с слоёным тестом. Это очень вкусно, особенно если грибы хорошие, типа под обевиков, воровиков, то можно сделать грибной бульон, отварить эти сушёные грибы, сделать самими грибами пирожки и бульоном спивать. Вот прям такой вот вариант. Деликатесный. Да, деликатесный. У всех, кто не завтракал, это прям тяжело слушать. Конечно же, солёные грибы – это особая тема зимой. Потому что хорошо приготовленные солёные грибы – это очень вкусно. А как вы к рыночным относитесь? Вот тот, кто не умеет и не сложилось у них с заготовками, но, например, очень любит грибы, где ещё? Конечно, на рынке. Случалось мне брать на рынке солёные грибы, никаких претензий, по крайней мере, к тем, что… Ну, я вижу, что там за грибы, в общем-то, обычно. Я смотрю, что… Это у вас уже опытная глада. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как неопытному человеку вселить какую-то уверенность, что то, что он возьмёт, будет хорошо и не опасно. Но, как бы, вот у меня не было опыта, чтобы рыночные солёные грибы были какими-то нехорошими. А сушёные грибы вы упомянули, то есть это тоже имеет место быть, не только замороженные. Мы как-то привыкли больше в наше время. Раньше, вот я знаю, у меня бабушка, например, да, действительно сушили. Сейчас как-то все замораживают. С заморозкой тоже нужно иметь определённую набить руку, потому что, например, достаточно известный факт среди грибников, что лисички замороженные горькие. Их нельзя морозить, по крайней мере, в свежем виде. Их нужно обязательно обжарить и тогда только морозить. Сушёные грибы, на мой взгляд, это вообще самый, вот с точки зрения полезности пищи, это самый хороший вариант для грибов. Их можно прямо, если это, опять же, белые, подосиновики, поддубовики, это грибы, которые можно вот как сухарики жевать или как приправу добавлять в пищу. Мы сейчас примем звонок и подробнее о сушёных грибах говорим. Доброе утро. Доброе утро. Два года назад в латвийских лесах появились огромные такие большие коричневые, тёмно-коричневые грибы. Я смотрел по интернету, да, и там было написано в России, что это как бы бычий язык, да, но они пахнут грибами, они такие здоровые, огромнейшие просто были, их очень много было. Вот, и в прошлом году тоже чуть-чуть были, но маленькие уже были. А так у них шляпки достигали почти по 30-40 сантиметров. Честно говоря, не сталкивался с такими, поэтому даже не знаю по описанию, о чём вы говорите. В Огры очень много было их. Если на одно место вообще мы ходили, просто собираешь, так отрезаешь ножка где-то сантиметров по пять. Мы безпоследствуем, я так понимаю. Вверх выглядит как вот, если, вот как жаба выглядит вот такой вот. Спасибо. Может быть, речь идёт о ежевиках. Спасибо. Может быть, речь идёт о ежевиках. Они действительно тёмные, у них немножко чешуйчатая, но чешуйчатая шляпка сверху. А внизу у них не пластинки, не губка, как у балетовых, а у них, наоборот, такие пупырышки. Эти грибы называют тёщин язык. Они есть, я сейчас затруднюсь по названиям, точно сказать, есть тёмный вариант, есть жёлтый вариант. Эти грибы, они когда молодые, съедобные действительно, их можно употреблять в пищу, старые, они становятся довольно жёсткие. А молодой и старый гриб, вот вы тоже вначале уже говорили, это жизнь гриба на сколько, месяц, несколько дней? У разных видов по-разному, но это обычно насчитывается в днях. А, то есть дни прям. Ну да. В начале недели это может быть молодой гриб, а в конце уже старый гриб. Да, да, да. Сушёные грибы, начали вы рассказывать, как их сушить? Вот в обычной квартире, например, это надо в плите подсушивать. Ну, мы сушим, я сушу в гидраторе, потому что это позволяет, ну, в сушилке обычной электрической, в которой сушим, там, овощи или фрукты, если она есть более поздней осенью, когда уже включили отопление, то там можно на ниточки нанизать, на батарею повесить. Вот так просто? Да, можно сушить и в духовке, но в духовке немножко затруднительно, потому что нужно поддерживать невысокую температуру, порядка 50 градусов. И, там, держать прям. Лучше резать на кусочки или прям целый гриб можно? Лучше резать кусочками, ломтиками, тогда они быстрее просушиваются и удобнее в использовании. И сколько жизней у таких грибов? Ух можно несколько сезонов или лучше за один сезон их всё-таки? Конечно, лучше за один сезон использовать. Но, в принципе, сушёный гриб может два года прожить. Не знаю, насколько больше, но два года. Бывало у нас, что оставались прошлогодние грибы использовали. Но их опять-таки можно и в суп, и ввести. Их можно в суп, их можно, как я уже упомянул, там, приправу просто покрошить. Ладно, к лисичкам вернусь чуть позже ещё раз. Можно соусы делать и так далее и тому подобное. В общем, бесконечные использования. Что касается лисичек, лисички обладают удивительным противопаразитарным свойством. Поэтому они считаются одними из ценных грибов. Не за свои питательные свойства и даже не вкусовые, а именно противопаразитарные свойства. Но эти свойства присутствуют только у грибов без тепловой обработки, не прошедшей тепловой обработки и не обработанной солью. То есть, солёные, они тоже теряют эти свойства. То есть, свежий гриб пожелает? Свежий, он достаточно горький. Такой едкий вкус у него. Поэтому вот самый лучший вариант – это сушить лисички, если вы хотите их в целебных свойствах использовать. Сушёные, они очень приятные на вкус. И тоже их можно использовать прямо как приправку. Ну, хотя несколько лет назад такая волна шла, что якобы в грибах ничего полезного нет, и вообще они тяжёлой пищей считаются, и детям до какого-то возраста не советуют грибы. Вы не согласны, я так подозреваю. Я согласен, на самом деле. Ну, на самом деле, что касается детям неполезных, ну да, их не стоит, по крайней мере, налегать в детском возрасте, не стоит это использовать как основную пищу, просто попробовать ничего плохого не будет. Вот. Действительно, грибы после тепловой обработки в большинстве своём довольно тяжёлая пища. Опять же, вот у меня есть своя личная градация полезности по приготовлению грибов, которой я не всегда придерживаюсь именно исходя вот с этой градации, но я считаю, что самый полезный в использовании – это сушёные грибы, они достаточно лёгкая пища получается до тепловой обработки, вот прям в свежем, в сыром виде. Второе – это солёные грибы, которые посолены холодным солением, когда тоже без тепловой обработки. И дальше уже все варианты приготовления тёплой пищи. Причём, по моим ощущениям, если даже он приготовлен тепловой обработкой, но вы съели просто грибы без картошки, риса или чего-либо, ещё без каких-либо добавок, то он достаточно легко и быстро усваивается. Если же он идёт в какой-нибудь вкусной смеси, в супе в том же, то это более тяжёлая для усвоения пища. Вечером лучше не налегать. Точно, да. Вот нам звонил слушатель по поводу вида грибов, который не встречался ему до этого. Насколько в этом можно сегодня доверять интернету? Потому что мы привыкли, что если нам что-то непонятно, мы уже не в энциклопедии, не в книге, а в интернете ищем. Там тоже ведь не всегда достоверная информация. Фотографии тоже могут быть не совсем точные. Есть сайты, которые являются прям каталогами грибов, которые можно приравнивать к книгам, обычно составленные либо специалистами, либо на основе книг, либо опытными грибниками. Им можно доверять обычно так же, как и книгам, потому что и в книгах могут быть какие-то ошибки. Когда мы где-то в Фейсбуке обсуждаем грибы, то, конечно, там советов бывает очень много разных, совершенно нелепых порой. Поэтому всё-таки лучше найти сайты, которые хотя бы выглядят как справочники, и там как-то сверятся с той информацией. Как-то доверие вызывают. Пишет нам в WhatsApp. Доброе утро. Нам лекции по амикологии читал Эдгар Свимба. Вопрос. Как выращивать кардицепс на субстрате? Ух, я по выращиванию грибов точно не специалист, поэтому вряд ли я отвечу на этот вопрос. Ещё один вопрос. Можно ли сушить червивые грибы, червивые боровики? Я против использования червивых грибов в принципе, хотя есть мнение, что их можно выдержать в солёной воде, все черви уйдут, или там после того, как разрезали, то тоже можно сушить. Если это быстрая сушка, то, ну, по крайней мере, сам гриб сохранится. Дальше уже на совести самого человека использовать. Как ты даже вот так подумаешь, все дети есть червивые грибы, где там засохший какой-то червяк? Даже если черви ушли, там остались следы из жизнедеятельности этих червей, и только за это я не рекомендую использовать червивые грибы. Но если это быстро, там, в сушке как-то вы посушите, то есть шанс, что у вас сохранится гриб. Если же это более длительная сушка, как вот раньше это на верёвочке сушили, то пока он сушится, его доедят. Уже всё, и весь гриб закончится. Да, но я не рекомендую использовать червивые грибы вообще. Вот по поводу червивых грибов, вы сказали, что бывает год не урожайный на грибы, а бывает год, когда очень много червивых грибов. Да, такое бывает, но в моей практике чаще это опять же идёт волнами. Вот грибы появились, они чистенькие, хорошенькие, прошла неделя, они вроде бы всё ещё есть, но они все поголовно червивые. И это связано тоже с какими-то климатическими, какими-то погодными условиями. Когда более сухо, то грибов червивых гораздо больше. Ну, так есть. Вы за свою практику многолетнюю самый такой редкий гриб, который вы встречали. Вот прям нашли и удивились. Я не могу сказать, что это редкий гриб, но он в своё время меня порадовал. Довольно часто можно встретить упоминания, что их находят. Это дождевень гигантский, который встречается обычно где-то либо на опушках, вот на лугах. Это большущий белый шар, он может достигать из каких-нибудь 30, даже 50 сантиметров в диаметре. Он не знающих людей, он даже пугает. Ну, уже по рассказу пугает. Вы представляете, в траве вот белый огромный шар лежит. Я подумала, что это какая-то поганка. Ну, вот, это вкусный. Пока он белый, пока он не стал желтеть, темнеть, он очень вкусный гриб. Таким грибом можно накормить большую компанию, его порезать ламтями, пожарить. Вот, он сам по себе очень интересный. Ещё из интересных грибов, которые достаточно редко встречаются, хотя периодически тоже встречаются вопросы, что за гриб, это синяк. Он похож по своей форме, по всем признакам, на маховик, наверное, или ещё что-то. Достаточно такого светлого, желтоватого цвета, и ножка, и шляпка у него, но когда вы его начинаете трогать, он начинает в этих местах синеть очень активно. Реагировать. В итоге его там донести до дома не тронутым практически невозможно. В севом виде. Да, он тоже вкусный, хороший гриб. А с грибами так же, как с ягодами, и, например, и, не знаю, какими-то травами, говорят, что вот вблизи дороги лучше не собирать, потому что там выхлопные газы и прочее, и прочее, лучше всегда в глубине леса. С грибами то же самое, можно сказать, что там, где дорога, железная дорога. Несомненно, да. Чем ближе к дороге, тем хуже. То есть, ну, каких-то 100 минимум, ну, хотя бы 300 метров лучше отойти от дороги и собирать грибы, потому что грибы даже больше, чем ягоды, в себя всасывают все вот это вот тяжелые металлы и все выхлопные газы и все-все-все. И никак от этого не избавиться? Нет. Там вымочить в воде, все вот это не действует. Это не действует. Так, наушники, примем еще один звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Не могли бы прокурориентировать противоопухливые значения вот этих грибов. Вот есть целая аптека, которая там, целая женщина, которая занимается именно этими проблемами, и у меня там целая добавок различных от грибов. И вот в рынке продают такой белый, не знаю, веселка, по-моему, или как это называется, который тоже настаивает и использует противоопухливые значения. Спасибо. Я еще раз скажу, что я не являюсь специалистом по целебным свойствам грибов, хотя эта тема действительно интересна, и она действительно имеет место быть. Есть у грибов, у разных грибов очень разные целебные свойства, которые люди издревле используют в народной медицине. Но чайный гриб, мне кажется, самый популярный. Ну, чайный гриб... Или это не гриб? Это гриб, но он немножко другой гриб, поэтому, да, он его тоже использует. Веселка действительно один из самых известных целебных грибов, он и потенцию поднимает, и другие у него есть свойства полезные, поэтому я не буду комментировать непосредственно конкретные свойства конкретных грибов, потому что это точно не мой профиль, но лучше со специалистами консультироваться, но действительно это присутствует. У нас на рынках все-таки классику можно встретить, это белые грибы, подберезовики, подосиновики и лисички. Если кому-то хочется какой-то экзотики, можно ли где-то у нас, не знаю, в том же Музее природы или где-то заказать, может быть, где-то на каких-то группах на Фейсбуке, экзотика в грибах, понятие достаточно такое неконкретное и нестабильное, потому что, ну, что значит экзотика? Если вам хочется каких-то особенно грибов, которые у нас не растут, ну, это либо... Это понятно, труфель надо заказывать во Франции. А так, в общем-то, люди скорее, наоборот, стремятся к чему-то более-менее известному и понятному, чем давайте-ка сегодня попробуем навозник белый. Хотя очень вкусный на самом деле гриб, но я что-то не знаю, чтобы человек, который не разбирается в грибах, вдруг захотел что-то такого. Надевайте наушники, принимаем еще один звонок. Доброе утро. Доброе утро. Я вот никак понять не могу, белый гриб и боровик, это одно и то же или нет? Кто говорит, что это одно и то же? Кто говорит, что это разные грибы? А кто говорит, что белый гриб, это колосник? Разъясните, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, спасибо вам. Значит, что касается белых грибов. Белый гриб, это балет, это один вид гриба по классификации, но он имеет очень много подвидов, что у других грибов довольно редко встречается, на самом деле. Есть белый гриб сосновый, белый гриб еловый, белый гриб дубовой, есть белый гриб березовый и так далее. Они отличаются немножко внешним видом, но свойствами наверное тоже немножко отличаются, но в общем-то все хорошие вкусные варианты. Белый гриб боровой, который обычно в сосновом лесу растет, у него ярко выраженная такая шоколадная, даже красноватая шляпка, вот его, наверное, правильнее всего называть боровиком, хотя в принципе к любому белому грибу можно применить название, но я думаю, что самое правильное, вот это именно боровик. Он тот же самый белый гриб, но вот это его подвид сосновый. Что касается колосник, это как раз-таки вот та волна, которая сейчас прошла, это не конкретный вид белых грибов, это вот эта волна, которая, когда начинает колоситься пшеница рожь, вот появляется первая волна белых грибов, их называют колосниками. А, то есть это просто время. Это просто время, это первые белые грибы фактически, которые появляются. Под конец эфира у нас звонки пошли, постараемся принять все. Так, пропал звонок 672-12-93-9, 672-13-93-9. Доброе утро. Доброе утро. Тут такой вопрос, а как быстренько почистить грибы? Бывает, я все пошел за грибами, и в каждом месте надо было эти масляки. Потом их мучаешься, чистить, ну, буквально там не целую неделю. Я такой, допустим, махарикабли, там подочинники, это проще. А как с масляками быть? Или, допустим, такие как Волнушки, там, сыроедки, там, гальпучки, ну, и прочие такие там. И декоративные. Спасибо. Есть универсальный способ? Ну, у меня такого способа нет. Если уж есть грибы, то сидишь до ночи и чистишь, пока все не почистишь. С маслятами действительно возни очень много, потому что у них рекомендуется снимать вот эту скользкую пленочку сверху со шляпки. Я раньше, на самом деле, этого не делал. Последнее время я все-таки меня убедил, что лучше это делать. есть люди, которым она вызывает какие-то аллергические или подобные реакции. Хотя, я говорю, раньше этого не делал. В общем-то, никаких тоже проблем последствий не было. Но лучше, если уж вы набрали маслят, то действительно почистить. Неделю чистить грибы точно не надо, их лучше почистить в тот же день и как-то их приготовить минимально, чтобы они не лежали свежими длительное время. Если на тихую охоту вы собрались, надо рассчитывать, что весь день на это уйдет. Ну да, либо вы договорились с домашними, что я вот сейчас принесу грибов, а вы тут все чистите. Тоже такой вариант бывает, но все-таки нужно рассчитывать, что этому придется потратить время. У вас среди знакомых есть люди, которые не любили собирать грибы и потом вдруг полюбили? У меня были друзья, особенно в детстве, у которых в семье не было принято собирать грибы, но они вот за компанией со мной или с друзьями ходили и да, стали собирать. У меня есть случай, опять же, из детства есть такой гриб, кто-то его знает, кто-то его не знает, называется гриб-зонтик пестрый, он большой, на высокой ножке, большущая шляпка такая лохматая, очень вкусный гриб. У меня друг на даче у него росли эти грибы прямо вот дача там в лесу и они там с братом их всегда камнями, шишками они их сбивали, просто у них была такая своеобразная охота. Когда мы приехали к нему в гости и увидели эти грибы и показали, как их готовить, с тех пор у него сильно изменилось отношение к этим грибам и он стал их использовать. Ему повезло, далеко ходить не надо. Знаем мы, что наш регион России как-то принято собирать грибы. Наверное, в Португалии где-нибудь ты не встретишь грибника, к нам приезжают грибные туристы. Не слышал про таких. Не знаю, приехали люди и хотим не можем в лес грибы собирать. Я тоже думал, что грибы в более западной Европе я как-то особенно не сталкивался с этим интересом, а вот в Швеции и в Финляндии грибы собирают, особенно люди, которые не городские, грибы собирают очень активно. Спасибо, нам на сегодня пора заканчивать. Грибник-любитель Марк Клейдман был у нас в студии, рассказал, так что еще вторая волна нас ожидает, вроде как грибов, так что тот, кто не успел, тот, кто не успел, да, не отчаивайтесь. Спасибо вам большое, а мы продолжим с обзором прессы. Спасибо за приглашение, всего доброго.